Все лето товарооборот помеж Гомельской и Пензенской областями стал около 5 миллионов долларов. Неглядя на становочное сальдо, досягнутые объемы у Гомельским АБО в оконками оценивают как недостатковые. Сярует наибольших перспективных накерунков, супрацовництво уже вело годовли и сельско-господаршим машинобудование. У Вогули контакты помеж регионами и их керувниками все это можно охарактеризовать как активные. У лютого делегация Пензенской области наведала Гомель. У вересни представники областей провели перемовы в рамках другого форума регионов, який прошел в Сочи. Тадыж до речи было подписано и погоднение об супрацовництве в гандлевоэкономичной, науково-техничной и культурных областях. Почаса этого визита у россиян размыва об конкретных накерунках. Сегодня на палетках Пензенской области техника Гомельсельмаша складает 40% от агульного парка сельско-господарших машин. С золиком того, что она зарекомендовалась без самого лепшего боку. Россияне не супер протягнуть поставки, причем усёй линейки от невеликих комбайнов для фермерских господарок до могутных для буйных вытворцев, что мечтым не выключает для гамельчан в необходности працовать во умовах постоянной конкуренции. У Пензенов створили специальные научальные классы, где будучи владельники техники выучают усеи плюсы и минусы. На сегодняшний день два комбайна, это Полесье-8 и Полесье-10. Мы рассчитываем, что эта линейка будет расширена вплоть до 14-й модели, чтобы студенты могли уже видеть новую современную сельско-господарственную технику. И после того, как они закончат учебное изведение, у них уже сложатся свои предпочтения и понимание, какую правильную сельско-господарственную технику нужно использовать на палях. Яшлядин, перспективный накерунок супрацовництва Гомельской и Пензенской областей, живел агодолем. Сегодня наши партнеры – одна из основных вытворцов молока в России. Тут поспехово працуют некольких буйных живел агодольчих комплексов. Але теперь у стратегии развития глины уносятся коррективы. У Пензе вырошили выучить белорусский опыт по открытии относно невеликих ферм. Такие могли бы створать працунки малого и середнего бизнесу. Мы заинтересованы, чтобы наш опыт, который мы имеем в развитии животного отства, безусловно, был использован на территории Пензенской области. Возможно, варианты поставки нашего оборудования, возможно, варианты строительства компактных каких-то ферм. Ну и в целом, все сопутствующее к этому виду бизнеса, безусловно, мы могли бы поделиться нашим опытом. Олег Синчаров, Евгений Макеенко, Телерадо и компания Гомель.